Приветствую вас, как вам сказал мой коллега, диагноз депрессия может быть поставлен только врачом, только врачом-психотерапевтом, психиатром, либо клиническим психологом, и только при очном, то есть непосредственном, обследовании ваших, вот. Соответственно, до тех пор, пока диагноз не был установлен, если можно так вот выразиться, да, я думаю, что говорить о том, что у вас есть, ну, собственно, этот самый диагноз, ну, нельзя. Это может быть, значит, депрессивное состояние, вызванное потерей личностного смысла, либо обострением, ну, какого-либо кризиса, обострением какой-либо неудовлетворенности вашей, да, ну, вот, например, в частности, если говорить о неудовлетворенности, да, то, в частности, это может касаться как раз-таки того, что у вас нет любимого, и что вам хочется, чтобы этот самый любимый у вас был. То есть, аспект здесь такой, а для чего мне любимый? Почему я хочу, чтобы он был любимый? Почему я хочу, чтобы у меня был любимый? Почему мне это нужно, чтобы у меня был любимый? То есть, понимаете, какой момент, вот, то есть, в принципе, вот это вот на самом-то деле достаточно важно. Это достаточно важный момент. Почему я хочу, чтобы у меня был любимый, значит, человек. И вот, если вы как раз-таки в этом все время нуждались, да, если вы в этом все время испытывали потребность, то, соответственно, вот поэтому вы и, собственно реагируете вот так, поэтому вам и плохо, вот, то есть, понимаете, проблема ваша, да, она, грубо говоря, ну, всегда была, она всегда имела место быть, проблема-то, вот, она не прекращалась никогда видеть, скорее всего. Просто, просто вы ее игнорировали, может быть, вот, вы ее старались игнорировать, либо вы ее не допускали до себя, слишком близко, да, вот. Это вот вполне может быть, а теперь вы, значит, что-то сделали, да, ну, сегодня достигли, вот, и время, время появилось, как раз-таки для того, чтобы вот, значит, переживать, грустить и, собственно, вспомнить свою неудовлетворенность, которая была, вот, ну, соответственно, как правило, как правило, да, как правило, неудовлетворенность подобного типа, она связана с потребностью во внимании, с потребностью в любви, потребностью в признании и так далее, вот. Ну, как правило, как правило, я не говорю, что это вот прям обязательно так, но тем не менее, вот. Значит, это первое. Следующий аспект, это аспект, касающийся, значит, смысла, личностного смысла. То есть, именно бывает так, что, вот, вы делаете что-то, да, делаете что-то, занимаетесь чем-то, вот, вот это все есть, вот, ну, у этого есть какой-то смысл, да, вот. А потом смысл этот, он исчезает, теряется личностный смысл, и, собственно, появляется такая история, как кризис, личностный кризис. Ну, может быть, возрастной кризис, да, то есть, вам, может, 51 год, в принципе, может быть и кризис, кризис, да, вот. То есть, депрессия здесь вряд ли. Ну, может быть, но, скорее всего нет. Скорее всего нет. На мой взгляд, на мой взгляд, основная проблема, именно, именно в том, что вы, вот, нуждаетесь в том, чтобы у вас был любим, любимый. Вот. И вполне возможно, что вы привыкли жить, ну, для кого-то. То есть, вы не привыкли жить для себя. Вот. Если это так, то в таком случае, конечно, ничего удивительного нет в том, что вы испытываете добавленность, потому что вы жили до сих пор для кого-то, да, а теперь вам больше жить не для кого. Ну, как бы вот, на данный момент сын вырос. На работе доход, ну, такой, да, маленький. Вот. Ну и, соответственно, выясняется, что, выясняется, что, в общем-то, у вас у самой, у самой, да. Ну, так, не сильно так, чтобы что-то было, да. То есть, сын вырос, а вы остались. Вот. И, конечно, это, вот, это то, как вы сами, в общем-то, к себе относитесь, и как вы, сами себя воспринимаете. Вот. То есть, очень многое зависит от того, как вы к себе относитесь сами. Вот. Судя по тому, что, судя по тому, что вы хотите любимого, да, нуждаетесь в любимом. Ну, я думаю, что вы относитесь к себе не очень, не очень хорошо. Потому что, иначе бы вам любимый не нужен был бы. Вот. И здесь, ну, вот, помимо того, что нужно корректировать ваши отношения с мужчинами, да, это всегда проблема с отцом. Вот. Здесь, помимо этого, необходимо ещё и заниматься делом, да. То есть, вот, выходить из своей зоны комфорта, вот, который у вас сейчас, скорее всего, имеется. Выходите из зоны своего комфорта, да, и, соответственно, пробовать что-то новое, смотреть на свою реализацию, вот, реализовываться. И там уже в процессе, в процессе этого самого дела вы уже и, собственно можете встретить любимого. То есть, знаете, вот сам факт, да, любимый, это некая такая идеализация, то есть, идеализация всего человека. То есть, вы уже, ещё не встретив, ну, мужчину, да, вы уже на него какие-то вот, значит, ну, ожидания, да, уже какие-то ожидания на него накладываете. Вот. И является ли это чем-то хорошим? Нет. Не является. Ну, именно поэтому у вас и отношения не получается выстраиваться с мужчинами, потому что, ну, мало кому понравится, если на него уже сразу накладывают какие-то ожидания. Вот. Я думаю, что это бы и вам, в принципе, тоже не понравилось бы, да. Вот. Значит, есть внуки из работы, которые в данный момент приносят малой прибыли, хочется любимого, его нет. Ну, отношение к вашей работе, я полагаю, это тоже отдельный аспект, да, то есть, собственно, одно дело, если вы нуждаетесь, вот, другое дело, если вам нужна прибыль для чего-то другого, вот. Ну, как это видится мне, это то, что вы берёте для себя, на себя слишком много, вот. То есть, в российских реалиях, да, вы, скорее всего, для мужчин представляетесь такой, слишком независимым. Вот. Именно для мужчин вы представляетесь, возможно, слишком независимым. И именно по этой причине, возможно, у вас и не получается выстраивать отношения, выстраивать отношения. Именно по этой причине. Вот. Ну, потому что, да, вот, потому что вы слишком много на себя берёте, потому что вы не умеете быть слабой. Вот. Эн montón н ajudar, чтобы успешно выстраивать отношения с русскими мужчинами, и нужно расседлять свой, э curb деятельностью, то, что вы хотите получать удовольствие от работы. Ведь, домmat听 как то построили. Нет, это вот такой момент. Значит, соответственно, еще раз, то, что касается депрессии, да, депрессия, это всегда про определенное подавление, это всегда про подавление либо радости, либо чувств. И в этом случае нужно выяснить, что именно вы в себе подавляете, да, то есть подавляете ли вы в себе радости, или подавляете вы в себе, значит, чувства, вот, ну и, соответственно, в зависимости от этого уже можно будет что-то делать, в зависимости от этого уже можно будет давать вам, ну, какие-то рекомендации, вот, в зависимости от этого можно уже корректировать. Вот, ну, вполне возможно, у вас есть запрет на близость эмоционально. В таком-таком случае это сценарий, и, соответственно, если это сценарий, то тут нужно сценарий перепрограммировать. На мой взгляд, вот так вам можно ответить на ваш вопрос. Понятно, понятно, что это достаточно немного, вот, и понятно, что один ответ на вопрос мало что решит, ну, потому что вы спросили, собственно-то говоря, ну, собственно, вы спросили о том, депрессия ли это, и в зависимости от того, депрессия это или нет, ваше состояние, оно всё равно, в общем и целом, лучше не станет, думается мне, вот, и поэтому вне зависимости от того, депрессии вас или нет, будет нужно работать с вами, с вами нужно работать. Вот, значит, так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. На этом, я думаю, можно закончить, значит, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи, и я желаю вам успешного разрешения в вашей ситуации, чтобы вы всё-таки нашли путь к своему счастью, либо с помощью психолога, либо с помощью самостоятельного. Спасибо. Спасибо. Спасибо.